Всем привет! С вами психологиня в моде, и я Катя. Я Лена. И сегодня у нас такой легкий такой на чили видос о Евровидении. Да, мы решили не наряжаться просто классно, по-домашнему. А всё почему? Потому что это наш такой личный выпуск, скажем так. Ведь у нас с друзьями есть традиция, каждый год мы ходим смотреть Евровидение. Да, всю ночь. К сожалению, в этом году у меня не получилось присутствовать на нашем прекрасном сборище из-за моих семейных обстоятельств. Поэтому сегодня Лена подготовила для меня, так сказать, челлендж. Я посмотрела, всю ночь, понимаете, не спала. Я сделала такую тебе подборку нескольких видео выступлений, образы которых, мне кажется, тебя впечатляют. Но меня некоторые впечатлили, может быть, оскорбят. Сейчас у нас будет такое больше реактивное видео, прям такое мощное. Я увидела уже двух или трёх участников, я не знаю, есть они сегодня в подборке или нет. Ну, конечно, я увидела первое место. Я расстроилась, потом скажу почему. Я, кстати, тоже не согласна. Вообще. Совсем. Зрители тоже были не согласны. Ну, в общем, ладно, да. Начнём. Поехали. Швейцария, моя любимая. О, какой красавчик. Боже мой, мне так нравится. Мне очень нравится его голос, тембр, вот прям. Мы говорим об образах. Мне нравится. Это очень необычное какое-то сочетание в пиджаке этих тканей. Классные, полупрозрачные вот эти рукава. Я пока не вижу... А, да, там и на самом пиджаке есть эти полупрозрачные... Он сам вообще полупрозрачный, окей. Лаковые брюки. Ну, выглядит очень стильно, прям. Да. Стилисты собирали его, как на фэшн-показ. Мне кажется, если бы он поехал там на показ и в Сен-Лоран, вообще было бы очень классно, здорово, отлично бы смотрелся. Согласна. Норвегия. Это мой любимый образ. Мне не нравится. Если честно, мне напоминает какую-то вариацию а-ля Фиона из Шрека. Не потому что мне сама исполнительница напоминает... Нет, исполнительница прекрасно выглядит, а именно сочетание цвета вот этого зеленого, оно прям как платье у Фиона было, и золотые элементы. Ну, плюс еще тоже воинственный характер. Там Фиона такая была женщина пробивная. Сколько раз она спасала всех. Кроме колготок, вот вверх, это вот прям тот самый воительный такой корсет, но она сама как воительница, и песня, собственно, такая же. Она мне напомнила такую норвежскую вот эту женщину, супервумен из Марвел. Мне очень понравилось. И вот эта такая типа мини-корова. Мне, да, мне очень нравится прическа. Прическа просто... Хорватия. Это... Так. Это... Ну, я... Я мучила. Бог. Ой, а что это? Это похоже на деревню дураков. Ну, это... Это просто страна, которая, мне кажется, заставила раскрыть рты всех зрителей этого зала. Просто... Да, у меня вот несколько ассоциаций. Первая, как я уже сказала, из деревни дураков. Вторая это, ну, с... эсэсовцами. Ой, они разделись. О, и он-то... Ой, это такой эксгибиционист какой-то. Прям так... А там белые трусишки такие. Вообще, мне нравится его пальто, если честно. Я бы такое носила, правда. Вот это вот розовое с этими... О, боже мой. Ладно, извините. Просто мне неловко смотреть дальше. Без стрэша в этом... На этом Евровидении не обошлось. Все сидели просто молча сначала. Сначала, а потом дикий ржач был. Это просто шок, правда. Я не ждал такого увидеть. Прям супер... Супер сильно не ждал такого увидеть. На первом месте у меня Австралия, на втором месте это Финляндия. Я просто люблю тяжелый металл. Рок люблю. Он не похож, конечно, на тяжелый металл. Но вот это... Боже, зачем он так языком делает? Вот когда выходил, там было представление всех стран, они расхаживались... расходились по своим столам. И он выходит. Он говорит, мы просто все орнули. И он, на что он выходит, такой довольный. И такое пузико, такой... Смотрите. Блин, это зеленый верх. Это... Как если бы Зара решила выпустить кислотную BDSM коллекцию вот с этими обрезанными своими топами. Не знаю, выглядит очень странно. И эти несчастные бальники на поводках, и его шипастые брюки. Не, ну, это привлекает внимание сто процентов. Хотя песня, правда, очень заедающая. И мне нравится, кстати, прикольная. Образ мне категорически не нравится. Образ нет. Песня. Так, у нас дальше Израиль. Я знаю, что Израиль вроде занял третье место, но образов я еще не видела. Это очень сексуальная девушка. Она и поет хорошо, и танцует хорошо, и модельная у нее внешность. Ну, там, понятно, просто мужики все лежали. Ну, это супер такой, супер современный, прям супер трендовый образ, да, эти брюки карго стилизованные, причем обшитые этими классными карманами, да, игра текстур. Вообще она как будто бы клип свой снимает, просто, ну, стильно, модно, современно. На свой клип не было, понимаешь, денег решила на Евровидение скататься, чтобы сняли, понимаешь, нормально. Ее стилисты подчеркнули ее сексуальность. Нет, выглядит классно. В принципе, как первый участник, то есть прям на стиле, нам очень модно, трендово, современно. Вот, а это Франция. Ну, прям, это Франция. Да, мне нравится. Это прям такой французский вот этот шик с шармом. Платье кутюрное, и вот эта шляпка. И вся эта вышивка, как это сложно, как это долго, как это дорого. Это очень красиво, роскошно прям. Взгляд просто не оторвай. Мне очень нравится, что вот, я только сейчас заметила, что у нее шляпка, то есть там сочетание идет красного и черного, и все это еще в блестках. И там на шляпке тоже есть сердцевина красная, а по краям черного. Потом идет переход такой, да, там как россыпь красных бриллиантов идет на убыль. Очень красиво. Драма-квин. Мне напоминает Леди Гагу немножко. Такую более раннюю Леди Гагу, потому что эти длинные острые ногти, у нее такие брови тоже прям. Ну, это прям французский, шик французского шансона, я бы это так не звала. О, Италия. Италия. Я чисто включила для того, чтобы было некоторое сравнение с предыдущим годом. Вот. Мне не понравилось. Абсолютно. Ни песня, ни образ. Нет, ну, образ тоже, в принципе, мне кажется, такой достаточно трендовый. Но я слышу, что у него лиричная какая-то такая композиция. Наверное, под лиричную, у него очень лиричный такой образ получился с этой блестящей такой майкой, как будто бы перетекающие капли такие. Ну, красиво. Правда, почему-то, мне кажется, что получилось более брутально, чем должно было бы быть под такую композицию. Слегка какой-то мани-скин, вот слегка настроение такое, да, просвечивает. Я смотрела все выступления всех команд и тоже там полуфиналов. Вот опять прослеживается вот эта паеточная история. У парней там и паетки, и стразы, и еще и кудряшки. Вот поголовно. Да, кстати, я заметила, что у мужчин очень в тренде уже долгое время кудрю, химзавифку многие делают. Я не могу сказать, что это очень интересный образ какой-то. Так же, как на самом деле и у Израиля, например, был. Ну, это не что-то супер-вау, необычное, но это красиво, это стильно, это модно. Испания. Очень интересно было вот во время просмотра. Блин, ну что же Катя скажет про этот образ? Ну, мне очень нравится. Это прям какая-то четкая ассоциация, особенно с учетом аксессуара такого у нее на руке, да, на модке. Она как воительница. Мне нравится. И этот переплетенный хвост прям такая, ну, мне кажется, это какая-то отсылка прям к амазонкам. Так, на очереди у нас Бельгия. Вот мне издалека, сильно-сильно издалека. Нравится. Он на фоне этого экрана выделяется в своих розовых штанах, в шляпе в этой. Там не видно лица, кто это, да, то есть нельзя считать образ, и сочетание образа, и фактуру именно лица. Но когда показывают вблизи, это что-то очень странное. Это что-то между ковбоем и... Ну да, какой-то зайчик ковбоем. С зайчиком, да. Похоже на галифе издалека, но если вблизи смотреть, это прям шорты, которые поверх... А, да? Это сцепка с брюками, понятно, но там прям внизу... Точно. Они как шорты. А я-то подумала, это такое галифе военное. Ну, только розовое. Ой, это там двойные шорты. Тут типа шорты на шорты, а это все брюки. А вот он, наверное, заинтриговал, зайчишка, понимаешь ли? Зайчиш-плохиш. Зайчиш-плохиш. Очень своеобразно. Я не знаю, на что они рассчитывали. К сожалению, еще не знаем содержание песни, но вот ощущения такие при просмотре цапка. Да, если что, если вы знаете, о чем песня, и это несет какую-то смысловую нагрузку в сочетании с образом, вы пишите нам. Австралия, это мои фавориты. Ну, так как я вот, повторюсь, я люблю металл и рок, это прям мое. Немножко киберпанк из 80-х, пайетки, блеск, кудри, все вот это, все вместе, но мне нравится, что у них коллективный образ. У них у всех использован одинаковый принт, пусть даже и разные там модели. Это выглядит интересно, по крайней мере, с их музыкой, с их рокерским стилем. Это классно сочетается в 23-м году, весело выглядит. Новая мода для именно рокеров. Да, прям прикольно. Это последнее видео, и ты знаешь, это вот та самая история. Я не знала, что оказывается, можно второй раз приехать с одной и той же песней и второй раз выиграть. Никто не знал. И это моя главная претензия, камон. Мы тогда Билана отправили в третий раз с той песней, с которой он выиграл. Вообще главу огонь. Я ее образ, в принципе, уже видела. Это что-то такое а-ля Лилу из пятого элемента. В ней ее образ тоже очень понравился, вот именно в плане одежды. Там и сетка, там есть и кожаные вставки, там есть вот эта история бандажа. Это красиво выглядит, особенно с ее цветом, оттенком кожи. Путник пустыни, да, только, ну, женщина. Мне кажется, это прям такая... В дюне, может быть, да, точно, да. Здравствуйте. И песчаные бури вот эти. У меня ее ногти, конечно, восхищают. Они настолько длинные. Это просто шок. И там еще вот эта рисовка хны. На руках тоже, да, есть? Да, да, да. Там прям на близких кадрах, когда еще голосование происходило, там вот у нее видно, что сами руки, получается, вот эти ногти, они так вот плавно соединяются с рисунками хны. Ух ты, очень красиво. Это очень красиво. Но, камон, Карл, в 2012 году она выиграла с песней эйфория. Найдите отличия. Я не могу найти отличия. Так, давайте смотреть. Ну да, песня. С первых нот там понятно, что это та же самая песня. Но вот образ, конечно, у нее сейчас, ну, гораздо мне больше нравится, который в этом году был. В 23-м году там именно образ хочется рассматривать. Она выиграла, получается, по голосованиям стран, но проиграла по зрительским, да, симпатиям, выиграла Финляндия. Ча-ча-ча. И я со зрителями абсолютно согласна. Это главная проблематика на самом деле Евровидения, что какая-то политическая повестка, нужно экономическая повестка. Это все сильно может влиять на ход голосования. Оставьте просто зрителей. Мы ждем ваши комментарии по поводу образов на этом Евровидении, кто вам понравился больше всего, кого вы запомнили, если вы смотрели. У нас получилась такая домашняя посиделка. Может быть, мы ее продолжим. В будущем, если вам понравится, мы ее, естественно, продолжим. В любом случае, мы были рады, что вы были с нами на нашей посиделке. Это были психологини в моде. Спасибо за просмотры. Оставляйте комменты, подписки, лайки. И всем пока!